Вы знаете, после того ролика, что я записал о земной жизни, я все время думал, вот, у меня еще с 15 лет я рассказывал такое чувство, что, ну, всегда мне говорили, почему-то такой задумчивый, почему-то такой взрослый. Не по годам, так скажем, и я все время думал, мне так казалось удивительным, мне 15, 20, 25, 30, 35, а я всегда говорил, что я уже присыщен днями и мне скучно жить. Да, я умею радоваться, да, в мире много радостей, и мы, конечно же, испытываем удовольствие, но в этом мире много скорбей и все, что нас не окружает. В принципе, земля круглая, и все давно известно. Мне всегда были очень, конечно, близки. Первый раз, когда я прочитал книгу «Экклезиаста», «Проповедника», я помню, прыгал до потолка, хотя она грустная, но я удивился. Вы знаете, мне было, ну, конечно, это чувство многим присущее. Я не говорю, что я такой один, более того, я вам высказал свою мысль, что я чувствую, что все люди на земле в одинаковом возрасте. Да, вот действительно, развитие каждого человека, оно индивидуально. Я помню, мне показалось, что я сам эту книгу написал, и такое чувство было, что все суета-сует, да, и то, что вчера, и завтра, и все одно и то же, и все уже это было под небом, и ничего нового не будет в новые века. И вот, конечно, вот эти события все, какая-то неудовлетворенность, пустота, конечно же, она от того, что Бог в нас всех, Он энергия жизни, но в полноте мы Его не ощущаем, мы действительно все чувствуем эту оставленность, одиночество. Вот вы знаете, я, конечно, когда читал Евангелие, тоже так всегда белой завистью завидовал ученикам, что вот они ходят с Богом, явившимся на земле. Думаю, какая радость, какая счастье. Вот действительно они, уж очевидно, что в Евангелии они никогда не болели. И хотя мы знаем, что уже в новозаветной церкви даже апостолы болели, да. Может быть, они там, конечно, и грустили, и рады, и печалились от чего-то, но только от того, что не понимали, кто с ними, и что с ними, да. На самом деле, они эти три года, или сколько там были с Иисусом, они были в полной безопасности, и никто бы их пальцем не тронул, и не тронул, как сам Иисус сказал. Да, это была сама любовь, сама истина, явившаяся во плоти, которую можно было трогать, ощущать, смотреть, слушать. Можно было задавать любые вопросы и получать на них прямые или мудрые, образные ответы. И, конечно, вот столько лет я, да, ощущение, что давным-давно уже живешь на этой земле, и не может радовать только одно может, точнее, радовать, что все-таки я верю во второе пришествие, и, конечно, это, знаете, вот оно будет. И все мы, как Господь сказал, тогда возрадуемся, и все слезы наши, и все, вся скорбь уйдет. Вы помните, Господь прекрасный образ сказал, я хоть в этой жизни и мужчина, но у меня такое ощущение, что я это тоже знаю, да, что женщина, конечно, когда рожает, и боль испытывает, и мучения, но когда родит, уже не помнит скорби свои, ибо родился человек в мир. И вот, конечно, второе пришествие Иисуса, наше изменение живых, внетленные тела, воскресение, в тот момент усопших, так скажем, да, это будет действительно величайшее и прекрасное событие. Это тысячелетнее царство с Иисусом на земле, это что-то будет вообще невероятное. Вы знаете, действительно думаешь об этом, и сердце наливается радостью, счастьем, что и судя по всем временам, конечно, живем мы долго, последние времена не за горами. Конечно, мое видение, книги Откровения, Евангелие, начиная со слов Иисуса, очевидно, что мы не вошли в эту эру, мы не вошли ни в книгу Откровения, ни, так скажем, в ее вторую главу, но все-таки мы где-то при дверях, и когда она начнется, там не видно точно времени, сколько пройдется второй главы по девятнадцатую. Но в любом случае это будет. Сколько раз мы еще родимся на этой земле, и когда будет это событие, непонятно, но, конечно, мы это все предчувствуем, потому что видим по окружающим событиям, по глобализации, это, конечно, все видно, но пока этого нету, но вот во всех своих сложных трудностях каких-то жизней, конечно, именно вот эта мысль, наверное, только она и согревает, потому что так непонятно, за что и держаться, и ждешь, наверное, только этого. Это будет и внешнее счастье, это будет нетление, здоровье тела, души, это будет близость, неимоверная близость, наверное, с видимым образом Бога-невидимого, точнее, с самим Богом, явившимся во плоти второй раз Иисусом Христом. Это будет что-то невероятное, и как Господь сказал, и как его Павел говорил, будучи даже там на третьем небе, что это невозможно не представить на самом деле, не увидеть, не услышать, и даже на сердце, на ум, на помышление сердца никакие не смогут это себе вообразить, что это будет, да, но это будет, это, конечно, не может ни радовать, ни вдохновлять, не поднимать с колен, когда ты на них падаешь, а может быть и плашмя, вот, все мы когда-нибудь там будем, и все у нас будет хорошо.